Сегодня хочу предупредить всех родителей, неговорящих детей, чтобы вы не попали в руки таких недобросовестных специалистов, как попала Валерия. На днях она написала мне письмо про свою дочку Викторию, которой 2 года и 1 месяц. И в этом возрасте ее дочке специалист с 30-летним стажем поставила диагноз моторной аллалия. Валерия пишет, что уже не спала ночами и не знала, что делать, потому что та специалист объявила ей, что через 2-3 года ее девочка заговорит полноценно, и за эти 2-3 года нужно будет заниматься 2 раза в неделю, и каждое занятие стоит 100 евро. Представляете? Логопед-дефектолог, и просто она задала там буквально 5 вопросов дочке, сразу нам влепил этот диагноз, вот за 5 минут моторная аллалия. Мама распаковала кредитную карточку, из-за этого поругалась с мужем, но начала платить за эти занятия. Занятия девочки не пошли, как выразилась мама, потому что они были просто неинтересны ребенку в 2 года. И тогда она вообще не понимала, что делать, и пришла ко мне с этим вопросом. Алена, пожалуйста, помогите. Я ей ответила, что в 2 года нельзя ставить детям моторную аллалию, ее просто не определить. И тогда мама поняла, что тому специалисту было выгодно заработать побольше денег. А я сказала это ей от сердца. И мама пришла ко мне и спросила Алена, что нам делать? В феврале был у вас набор на марафон, 8 поток. Но я как-то уже думаю, что за марафон, никогда с таким не встречалась. Даже мой муж, американец, он когда вот мы сели, первый день марафона, мы сели втроем все на диван перед экраном компьютера, большой экран. И он увидел все задания, все песенки и просто сказал, ну это ты молодец. Ну как, удача такая, что мы нашли, что я в интернете это как случайно увидела и решила пробовать. До занятия у девочки было всего два слова «мама» и «ам-ам». Большое, Алена, вам за все. Я не знаю, если мы еще в эфире или просто, но это неважно. Ой, я когда сварена, но этот год просто был для меня очень тяжелым. Спасибо за все. Я просто... Я не стала как запустить эти вот... Ввязалось бы легкие слова, да? Вот ваша итоги сработала. С этих 30-40 слов потом все тоже, ну, прибавлялось, прибавлялось медленно. Ну вот потом вот в октябре уже пошли, ну, простые предложения, просто там два-три слова. А в ноябре, ну, просто вот все развернулось. Она сидит в ванной и говорит, мой кит там или акула не умеет плавать. Маму, дай мне спасатель. Или я брошу ему спасательный круг. Ну, это я просто была в шоке. Ну, откуда это все? Ну, это вот просто такой, как снежный ком. Работаешь, работаешь и наслаивается. Я вот просто желаю всем мамам это счастье. Ну, оно придет просто. Надо верить и заниматься. И не бросать. Вот. И тогда все. Каждый ребеночек заговорит. Спасибо за вам подписчики и рассказы. И рассказы, а задания. И задания. Да. Мы очень вам гордимся. А, мы очень вами гордимся. Скажи. Нам очень нравились ваши песенки. Мы очень нравились ваши песенки. Да. Приглашаю вас на открытый урок. Там я расскажу, как заниматься по моим занятиям, для того, чтобы ребенок заговорил легко. Вместе с мамой. Дома. Регистрация внизу. Переходите и регистрируйтесь, чтобы попасть туда. А еще здесь QR-код, по которому вы можете попасть на открытый урок. Наведите камеру своего телефона на этот QR-код, и вы попадете на регистрацию. Продолжение следует.